Это итоги недели в студии Ольга Вассенда. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Базовая ставка, отопительный сезон и услуги связи. Белпочта поднимет тарифы. Сколько стоит отправить открытку? Комфортный путь. В городе ведутся работы по благоустройству улиц и дворов. Жильца мы прислушиваемся. Где установили детский игровой комплекс. Учат в школе. В Бобруйске состоялась августовская педагогическая конференция. Весь прошлый учебный год мы учились и работали по обновленным правилам. Какие уроки вынесли за год? Открытый для каждого в службу «Одно окно» с начала года обратилось свыше 6 тысяч человек. Заявитель предоставляет паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей. Какие вопросы решают специалисты? Безбарьерный праздник. В Бобруйске прошел тур слеты для людей с ограниченными возможностями. Когда мы сюда приезжаем, нас наполняет такая радость. Что в программе соревнований. Аномальная стихия. Легендарный исполнитель и нехватка врачей. Во Франции рекордный дефицит медиков. С чем это связано? Четкий мессендж. Президент правосовещания поработили с нового хозяйства. Александр Лукашенко потребовал усилить экономическую эффективность отрасли. С 2022-го, напомним, деревообрабатывающая сфера работает в условиях санкций. Поставки в Евросоюз, который ранее был основным покупателем, прекратились. При этом специалистам удалось быстро переориентироваться. И сейчас экспорт пиломатериалов превышает десанкционный объем, а главным рынком стал Китай. Нам нужен хозяин в лесу. Открытый, честный, принципиальный, который наведет там порядок. И там не будет не то, что какой-то коррупции, но и каких-то фактов мздоимства. Лес есть лес. Почти половина страны – это лес. Лес – это наше достояние, данное нам Богом. И мы не просто сохранить должны его, но, как рачительное хозяева, к нему относиться. Вовремя изымать из леса спелый лес, перерабатывать, чтобы был результат в стране от этой работы. Дерево, обрабатывающие предприятия, должны выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью и выходить на новые рынки сбыта. Такую задачу поставила глава государства. Требования к министру лесного хозяйства у президента принципиальные, чтобы спустя время не полетели щепки. Александр Лукашенко четко обозначил посыл. Лес – наш самый ценный возобновляемый ресурс. Белорусско-китайский автопром. Теплые батареи и само совершенство. Телеканал ОНТ проводит голосование мисс зрительских симпатий. Сколько претенденток названия главной красавицы страны. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси с 1 сентября изменится базовая ставка. Это уже второе повышение за год. Сумма вырастет с 228 до 235 рублей. Благодаря этому увеличится уровень зарплаты бюджетников и других приравненных к ним по оплате труда работников. Социальная сфера – одна из приоритетных в политике государства. В стране полным ходом идет регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Всего в этом году их должны получить более 29 тысяч потребителей тепловой энергии и свыше 10 тысяч ведомственных теплоисточников. Дедлайн – 30 сентября. Специалисты проверяют оборудование, проводят профилактический ремонт и гидропневматическую промывку системы. В стране с сентября будут изменены тарифы на услуги почтовой связи общего пользования. Увеличится стоимость пересылки простой карточки, письма, бандероли весом до 20 грамм. Для физлиц цена станет выше на 8 копеек, для юрлиц и ИП – на 6. Предыдущее повышение, напомним, было в апреле прошлого года. Беларусь освоит сборку китайских кроссоверов бизнес-класса. В ближайшее время автомобили будут сертифицированы, а с сентября начнется поставка машинокомплектов для их производства на территории нашей страны. В прошлом году было создано около 30 тысяч автомобилей «Джили». На 2023 поставлена задача выпустить вдвое больше. На сайте ОНТ проходит онлайн-голосование за звание мисс зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь». Среди претенденток на титул – 24 девушки со всех уголков страны. В обрыск представляют Кристина Иванова, учитель физкультуры второй школы, и Диана Царева, воспитатель 71-го детского сада. Обладательницу короны выберут 8 сентября. Кропотливый труд. В Бобруйске активно ведутся работы по благоустройству. В одном из дворов на Минской установили новый детский игровой комплекс. На Комсомольской, Пролетарской, Гоголя и других улицах города идет дорожный апгрейд. Кто делает город краше – далее. На радость взрослым и детям во дворе на Минской 57 устанавливают детский игровой комплекс. Практичные лестницы из дерева, шведская стенка с рукоходом, мост с перилами и удобная горка. И, конечно, комфортные качели. Современное оборудование соответствует всем требованиям техники безопасности. Производится осмотр, своевременный ремонт и установка нового детского игрового оборудования. Также установлено в 2023 году более 80 штук малых архитектурных форм. А именно это и скамеек, и установлены и урны. На придомовых территориях, конечно же, у нас ежедневно работают дворники, которые непосредственно делают наш город чище. В самом разгаре покосят травы во дворах. Более 70 тысяч гектаров обрабатывают за сезон только в Ленинском районе. Сотрудники ЖЭО работают согласно графику, при этом всегда учитывают обращения граждан. Жильцам мы прислушиваемся. Просьбы иногда поступают бабушек, допустим, обкосить какую-то клумбу. И всегда советуют друг другу, говорят, вот я его знаю, он очень хорошо цветы, он не собьет это точно. А у них же всякие там цветочки, физалисы, растут. Цветет и пахнет. Петуньи, бегуньи, виолы, бархатцы. Бобруйские озеленители в этом году высадили 590 тысяч единиц рассады. И это еще не все. Радует глаз Барбарис, Эспирей, Туи. В разных частях города развешаны ящики с ампельными цветами. А на тротуарах и зеленых зонах – большие вазы с растениями. Тихий, спокойный, небольшой городок. Все компактно, доступно. Очень нравится Бобруйск. Я могу сказать, что всегда тянет на родину. Какой бы другой не был город, там мегаполис большой. Я много где была и в Индии, и в Италии, и в Европе, и в Азии. Но всегда тянет в родные, любимые места. Много магазинчиков сделано. Площадь Ленина мне нравится. С детками мы ходим гулять по этим местам, которые тоже напоминают нам о нашем детстве. Бобруйск мы очень тоже любим. В Бобруйске из-за дорожных работ перекроют Гоголя. Ограничения будут действовать в понедельник и вторник. За это время на отрезке почти 2 километра планируют заменить асфальт. Подрядчик ДСУ-16. Проехать смогут только автобусы, троллейбусы и автоспецназначения. В связи с ремонтными работами на улице Батова, госавтоинспекция прочит водителей не парковать машины вдоль улицы. Это затруднит работу дорожных служб. А уже 30 и 31 августа будут проводиться работы по перекладке проездного настила на железнодорожном переезде по Карло Маркса в районе машиностроительного завода. В связи с этим с 8 до 16 часов отменяются рейсы по маршруту 5А Дзержинского-Киселевича. За обновлениями следите на сайте Бобруйского горсполкома. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Электронная очередь. В службу одно окно Бобруйского горсполкома с начала года обратилось свыше 6 тысяч человек. Раньше за заветной справкой пришлось бы отстоять ни одну очередь и постучать ни в одну дверь. Благо теперь все вопросы решают быстро и без бумажной волокиты. Раздел имущества, улучшение жилищных условий, реконструкция зданий, социальные выплаты, направление на работу, самые частые запросы. Всего в перечне 201 административная процедура. Для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий заявитель предоставляет паспорта и свидетельство о рождении несовершеннолетних детей. Специалисты службы одно окно запрашивают всю необходимую информацию. То есть справку о занимаемом жилом помещении, сведения о том, что принадлежит гражданину и членам семьи на праве собственности. Консультация занимает до 15 минут. Одно окно функционирует также в администрациях Ленинского и Первомайского районов. С графиком работы можно ознакомиться на официальных сайтах госучреждений. К слову, Беларусь из года в год идет по пути сокращения и упрощения административных процедур. Именно поэтому такие службы – навесы золота. До 1 сентября осталось меньше недели. В городе подвели итоги работы системы образования за прошлый учебный год и наметили планы на нынешний. Ряды педагогов пополнят 95 молодых специалистов. Появятся инженерные классы. А третьей гимназии будет присвоено имя героя Беларуси митрополита Филарета Вахромеева. И это только часть перемен. О чем еще говорили на педсовете далее. Умники и умницы. На августовской педагогической конференции подводят итоги работы за прошлый учебный год. Школу с серебряной и золотой медалью окончили 46 выпускников 11 классов. В списке специального фонда президента более 20 стипендиатов. Наши учащиеся добились отличных результатов как на областных, так и международных олимпиадах. Весь прошлый учебный год мы учились и работали по обновленным правилам. И я с уверенностью могу сказать, что город Бабруск успешно следует новой редакции кодекса. В мае проведены два обязательных централизованных экзамена, по результатам которых получено 25 ступальных сертификатов. Восемь ступальных сертификатов получены учащимися нашего города по централизованному тестированию. Кадры решают все. Ряды педагогов в этом году пополняют 95 молодых специалистов, из них 57 – бобруйчане. В городе созданы все условия для их профессионального роста. Благодаря хорошей подготовке качество знаний всегда на уровне. На конференции обсуждают дальнейшую стратегию образовательного процесса. Чтобы идти в ногу со временем, с 1 сентября во всех гимназиях города откроются инженерные классы. Созданы необходимые условия для профессионального развития педагогов. Методическая работа осуществляется в рамках функционирования более 100 городских педагогических формирований. За последние 5 лет количество учреждений, участвующих в экспериментальной инновационной деятельности, увеличилось в 4 раза. Каждому по заслугам. Традиционно в зале Дворца искусств чествуют лучших педагогов. Более 50 человек получают почетные грамоты, благодарности и цветы. Для всех участников конференции – танцевальное шоу, театральные постановки и музыкальные номера. Я очень благодарна коллективу нашей школы, который всегда поддерживает меня и всех наших коллег. Я благодарна нашим ученикам, которые приносят нам победы для нашей школы в Олимпиадах. 100 баллов на централизованном тестировании. Мне очень приятно получить награду. Я считаю, что эта награда не только для меня, для всего моего коллектива. И я хочу пожелать всем педагогам нашего города терпения, благополучия, здоровья в первую очередь, всего самого хорошего. Детская научно-космическая лаборатория ДНК – проект отдела технического творчества. На занятиях ребята изучают основы астрофизики, покоряют сердца мальчишек и авиамоделизм. На выставке августовской педагогической конференции молодые конструкторы представляют свои разработки. Одна из них – дирижабль. Говорят, летательный аппарат легче воздуха. Я спроектировала и построила этот дирижабль из моделей вертолета и воздушных шаров, наполненных гелием. Было довольно тяжело приклеить эти шары, и надо было их постоянно подкачивать. Надо было припаять моторчики и плату. Третья гимназия представляет сразу несколько проектов. Во-первых, 3D-камера, которая позволяет снимать в режиме 360 градусов. Во-вторых, электронное табло. На нем легко можно вывести информацию о погодных условиях, температуру и влажность воздуха. И в-третьих, робот высокой проходимости в виде машины. Мы на робототехнике с моим другом сделали робот вездехода. Он был создан на соревнования для Кубка РТК. Это соревнование, на котором есть много полигонов с разными препятствиями, неровностями. В будущем еще будет сюда добавлена клешня, с помощью которой будет хватать разные маяки. 3D-графика, лего-конструкторы, робототехника. Современные технологии постоянно обновляются и внедряются в систему образования. Это позволяет сделать учебный процесс более интересным. Новые возможности для учащихся открывает и школа блогеров. Проект за четыре месяца стал очень популярным среди молодежи. Это определенная профориентация подростков нашего города. Ребята будут поступать в высшие учебные заведения и будут в дальнейшем связывать свою жизнь с журналистикой. Подготовка к новому учебному году подходит к концу. До 1 сентября остается меньше недели. Особое внимание кадрам. На работу направлены более 5000 молодых педагогов. За парты сядут около миллиона учеников. Первый урок будет на тему «Беларусь и я. Диалог мира и созидания». Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В продолжении темы. В системе образования в этом году ряд новшеств. В том числе республиканский пилотный проект по питанию и внедрение второго элемента школьной формы. Март подсчитал ориентировочная стоимость одежды 98 рублей. На полный комплект придется выложить около 300. Как собрать ребенка в школу и что нужно знать родителям смотрите далее. С 1 сентября около половины белорусских школ перейдут на новое меню. В обруске участие примут 17. Пилотный проект стартовал еще в прошлом году. Тогда к нему подключились 23 учреждения образования. Акцент на полезные калории и витамины. Появится больше фруктов и овощей. Курс на здоровье и разнообразие. Наши генисты изучали питание в домашних условиях. И выявили, что избыток простых сахаров, избыток жиров, недостаток овощей, фруктов. Вот этим характеризуется питание наших детей в домашних условиях. И поэтому какая-то коррекция все-таки в школе должна быть. Светлана Музыченко со своей 6-летней дочерью Миланой в этом году готовятся идти в первый класс. Стильную и в то же время удобную форму подбирают на школьном базаре. Сарафан, рубашка, юбка, жилетка, кардиганы, брюки обходятся им в 400 рублей. Мы еще будем приобретать спортивный костюм, кроссовки, туфли, школьные принадлежности и на сменку еще одежду. Ставка на капсульный гардероб. С сентября в Беларуси вводят второй обязательный элемент школьной формы. Решение о том, что это будет и где его приобрести, принимается с учетом интересов учащихся и их родителей. В цветовой гамме предпочтение отдано синему, серому, черному и бордовому. В тренде по-прежнему клетка. Фирменный почерк славянки, элегантность и практичность. Сейчас главный упор делается на форменность и ценообразование. Хочу сразу заверить всех родителей, что цены у нас по сравнению с прошлым годом не изменялись. Многодетные могут рассчитывать на помощь от государства. На каждого ребенка в этом году полагается по 109 рублей на подготовку к школе. Выплаты производятся по 15 сентября. Средства уже получили более 100 тысяч семей. На оказание поддержки в местных бюджетах запланировано свыше 26 миллионов. Малообеспеченные семьи, к которым могут относиться любые категории семьи, многодетные, неблагополучные семьи, и семьи, воспитывающие детей и инвалидов, имеют право обратиться за государственной адресной социальной помощью. Те семьи, которые воспитывают деток-инвалидов, которые также готовятся к новому учебному году, могут обратиться за материальной помощью и средств фонда социальной защиты. Тем временем в правительстве определили стоимость учебников в школах. За полноценный набор родителям придется заплатить 18,5 рублей. Это коснется всех учащихся с 1 по 11 классы. Скидку в 50% получат многодетные семьи. Дети с особенностями психофизического развития инвалидов и те, кто учится в интернатах, специализированных заведениях, получат книги бесплатно. Кристина Риянц, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Дух состязаний. В городе прошел тур слета для людей с ограниченными возможностями. На базе ТССО на Первомайского района собрались более 50 человек. Шесть команд из Осиповича и Кличева Бобруйская района приняли участие в туристско-прикладном многоборье. В программе соревнований об устройство палатки, визитка, конкурс фотогазет, полоса препятствий и эстафета от МЧС. Особенность этого тур слета в том, что в этом году у нас участвует центр для молодых людей с множественными нарушениями «Теплый дом». Это от общественной организации «Белобдими». Они впервые у нас и также наравне со всеми участвуют в этом великолепном мероприятии спортивном. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нас наполняет такая радость от того, что мы видим такие, как мы. Что мы вместе видим в глазах, наполненные счастьем, радостью. Это так прекрасно. И спасибо тем, кто устраивает такие разницы для нас. Тур слет проводится уже в девятый раз. Цель – пропаганда туризма, здорового образа жизни, физическая подготовка и, конечно, организация досуга. В качестве поощрения от спонсоров вкусные и полезные подарки. Тюремное фото, природные условия и уникальное животное. В США родился единственный в мире жираф без пятен, как назовут необыкновенного малыша. Далее громкие заголовки мировых новостей. Дональд Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото. Бывший глава Белого дома завершил процесс оформления в СИЗО штата Джорджия. Экс-лидера обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020. Освободили его под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов. Во Франции рекордный дефицит врачей. Самая тяжелая обстановка в удаленных от столицы городах. Около 4 миллионов граждан не могут получить медпомощь. Персонал клиник и центров стремительно уходит на пенсию, а замены для них нет из-за нехватки новых кадров. Молодежь не хочет идти в профессию в связи с низкой оплатой труда и высокой нагрузкой. В возрасте 80 лет ушел из жизни легендарный певец и автор песен Тотто Кутуньо. Музыкой он продолжал заниматься до последних дней. Известный итальянский исполнитель не раз выступал в Беларуси. Последний путь его проводили в Милане под несмолкаемые аплодисменты и композицию, которая стала гимном творчества легенды мировой эстрады. Более 350 лесных пожаров зафиксировано в Греции. Ликвидировать удалось только около 100. Огонь унес жизни 28 человек, двое из них дети. Один из масштабных очагов возгорания находится на северо-востоке страны. Там работают десятки пожарных. В проинции Эврос сгорело 38 тысяч гектаров массива. Стихия бушует и на окраине Афин. Ситуацию усложняет засуха и сильные ветры. В Штатах появился на свет единственный в мире жираф без пятен. Новорожденный полностью коричневого цвета. Рост 183 сантиметра. Имя уникальному животному выберут с помощью соцсетей. Зоопарк предложил 4 прозвища на выбор. Кипеке, Фералия, Шакири и Джамелла. Итоги голосования проведут 4 сентября. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я Ольга Васента. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.